Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, дорогие гости! В третий раз мы собираемся в Казани, проводим 13-е державинские чтения. В прошлом году регламентом державинских чтений было принято общее решение перейти в статус международных, то есть перевести державинские чтения в статус международных, поэтому проводим 13-е державинские чтения, 3-е в Татарстане и 1-е международные. Своё приветствие в столь знаменательный для истории наших чтений день я хочу начать словами Гаврила Романовича Державина, первого министра юстиции России, выдающегося государственного деятеля и замечательного поэта. Самое лучшее предназначение есть защищать своё Отечество. В связи с этим не могу не сказать о таком значимом событии, случившемся сегодня, как открытие в селе Атыбаева памятника герою России Марату Ахмедшину. Всероссийский государственный университет юстиции совместно с проектом «Аллея российской славы» установил бюст капитану, артиллерийскому разведчику Марату Радиковичу Ахмедшину, отдавшему свою жизнь в борьбе против международного терроризма, этой современной угрозе мирового масштаба. Он погиб в Сирии в 2016 году в боях с террористами под Пальмирой. Президент России Владимир Путин за мужество и героизм при выполнении специальных задач присвоил капитану Ахмедшину звание Героя России посмертно. Этот бюст призван увековечить имя патриота, славного сына России Татарстана. Только сохраняя память о таких людях, мы можем не допустить искажения исторических событий в будущем, не допустить забвения или обесценивания подвигов наших военных, готовых пожертвовать собой ради мира в России и за ее границами, ради сохранения жизни и счастья наших детей. Памятник Марату Ахмедшину станет символом мужества татарстанских офицеров, эталоном патриотизма и уважения к Родине, нашей великой и неделимой России. И задача нашей конференции также в своем роде служение России. Это обсуждение широчайшего круга правовых вопросов и юридических проблем, касающихся развития безопасности и процветания нашего государства. Именно для этого мы уже в третий раз собрались на древней гостеприимной казанской земле Родине Гавриила Романовича Державина, человека, чьим именем названа научно-практическая конференция. Нынешнее чтение, если посмотреть на палитру предстоящих докладов и научных сообщений, затронет очень разные вопросы. Некоторые круглые столы будут проводиться впервые. Например, круглый стол реализации государственной политики в сфере по мониторингу правоприменения и антикоррупционного просвещения. А также круглый стол молодых ученых, междисциплинарной и межотраслевой подходы, как современные векторы развития юридической науки. Конференция «Державинские чтения» уделяет большое внимание интеграции студентов в научную работу. Это отличительная особенность нашего мероприятия. Будущие юристы имеют уникальную возможность не только слушать выступления лучших правоведов, теоретиков и практиков юриспруденции, филологов и историков со всей страны и из-за рубежа, но и могут сами выступать с докладами наравне с этими выдающимися и уважаемыми людьми. В нынешних «Державинских чтениях» примут участие более 400 студентов, половина из которых будет представлять Всероссийский государственный университет юстиции. В первый день конференции студенты разных университетов соберутся на игру-викторину по русской правде. Наших молодых коллег также ждет насыщенная культурная программа, знакомство с красивой древней Казанью, поездка на остров Град-Свияжск. Будущие юристы должны быть подкованы не только в правовых науках, они должны быть культурными, всесторонне образованными гражданами, которые знают и уважают историю своей страны. Наша конференция традиционно затрагивает и исторические, и современные вопросы правового поля. Смею предположить, что нет ни одной отрасли отечественного права, те или иные аспекты, которые не рассматривались бы участниками нашей конференции. Поэтому отдельно хочу отметить, что в год столетия революции на Державинских чтениях сквозь призму исторической преемственности будут освещены такие темы, как «Октябрьская революция и проблемы создания советской судебной системы» и «К столетию двух революций в России. Правовые уроки». За два насыщенных дня работы конференции предстоит заслушать примерно 400 докладов и научных сообщений в рамках заседания 13 круглых столов. Не смогут не радовать и география представительства участников конференции. Студенты, аспиранты, преподаватели вузов, представители государственных органов, общественных организаций и творческих объединений, в том числе зарубежных. Почетным гостем нашей конференции станет Павел Владимирович Крашененников, доктор юридических наук, председатель Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству. Говоря о тематике предстоящих выступлений, следует отметить, что большое число посвящено проблемам противодействия вызовам таких глобальных угроз, как терроризм, экстремизм, наркопреступность. Немало число выступлений в рамках различных отраслей права посвящены проблемам противодействия коррупции, совершенствованию избирательного законодательства, построению гражданского общества. Большое внимание уделяется вопросам международного сотрудничества по оказанию правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. И еще об актуальных темах выступлений. Это доклады и научные сообщения, посвященные воспитанию патриотизма и гражданственности у молодежи, а также международному сотрудничеству в самых разных правовых аспектах. Ряд выступлений посвящен вопросам административного права и семейного. Думаю, одной из важных темств в современном правовом поле является борьба с коррупцией. Так что и эта проблема так или иначе прозвучит на нашей конференции. Даже краткий обзор содержания конференции показывает, насколько это масштабное мероприятие. И в этой связи хочется выразить искреннюю признательность руководству Республики Татарстан в лице президента Миниханова Рустама Нургалеевича за помощь в организации и проведении нашего мероприятия. Большое спасибо руководству и профессорско-преподавательскому составу Казанского федерального университета в лице его ректора Гафурова Ильшата Равкатовича за активное содействие и предоставление материально-технической базы для проведения нашей конференции. Хочется поблагодарить вас и отметить важный вклад, который вы делаете в наше образование. Спасибо большое. Не сомневаюсь, что нас ждет активная, интересная и плодотворная работа. А сама конференция станет нашим с вами личным вкладом в совершенствование развития отечественного законодательства, юридического образования в России и правовой помощи населению, а также в дело международного сотрудничества, повышение престижа и популяризации юриспруденции и самой профессии юриста. В заключении, обращаясь к аудитории каждому из присутствующих, я еще раз хочу сказать словами Гавриила Романовича Держаевна, чьи мысли до сих пор не теряют своей актуальности. Государственный человек более других сограждан должен быть одушевлен, движен и руководствован любовью к отечеству. Он должен любовью к отечеству жить, вливать ее в своих подчиненных и быть примером в ней всему государству. Вот такими словами Гавриила Романовича Держаевна, мне и хотелось бы закончить свое выступление. Я благодарю всех за внимание и желаю нашей конференции успешной и плодотворной работы. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы с большим радостью и удовольствием предоставить слово нашему уважаемому президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Миниханову. Пожалуйста, Рустам Нургалевич. Уважаемые участники конференции искренне рады приветствовать нас на татарстанской земле, нашей столице и, конечно же, на родине Гавриила Романовича Державина. В нашей республике стало доброй традицией проводить державинские чтения совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции. Аплодисменты. Мы вместе сегодня делаем большие дела, открытием от памятника и другие наши мероприятия. Активно наши коллеги участвуют. Мы всегда с особой теплотой вспоминаем Державина. Ежегодно 14 июля, в день его рождения, проходит праздник поэзии. Вручаются всероссийские державинские премии, которые отмечают наиболее значимые литературные произведения, проводятся фестивали, конференции и конкурсы. Обращаясь к литературным и юридическим трудам Державина, мы задумываемся о путях развития нашего государства, о проблемах парламентаризма, противодействия коррупции, способах совершенствования правовой системы и законодательства России. Татарстан добился успехов в социально-экономическом и духовно-культурном развитии, являются одним из регионов-лидеров нашей страны. Реализуемые в республике крупные инновационные проекты задают высокие стандарты жизни населения. В сохранении этого позитивного настроя особую роль играет правотворческая деятельность, укрепление законности и правопорядка. В республике сформирована законодательная база, которая обеспечивает эффективное функционирование всех предприятий власти. В современном мире растут риски нестабильности и гражданских конфликтов. В этой связи наследие Державина по обеспечению правовых условий для сохранения благоприятных условий жизни общества остаются весьма актуальными. Дорогие друзья, убежден, конференция будет способствовать осмыслению трудов выдающегося государственного деятеля, внесет вклад правовые и литературные исследования, создав стимулы для дальнейшей плодотворной научной работы и эффективной правоприменительной практики. Желаю всем участникам конференции здоровья и профессиональных успехов. И, конечно же, есть приятная церемония вручения премии имени Державина. Я думаю, в этом зале вместе с вами это будет очень приятно. Республиканская премия имени Гавриила Романовича Державина за монографию «Право на труд как конституционной ценность и его обеспечение в субъектах Российской Федерации» присуждена ассистенту кафедры конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Алсу Махмудовне Курматулиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное, дорогой Рустам Дургалевич. Я еще раз хочу выразить вам благодарность лично от себя за то, что вы в свое время поддержали нашу конференцию и теперь она проходит на совершенно другом уровне. Это только благодаря вашей помощи и поддержке. Спасибо, что вы вот так вот так поддерживаете все новое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, слово для приветствия я хотела бы представить начальнику управления Министерства юстиции Республики Татарстан Виктору Николаевичу Демидову. Пожалуйста, Виктор Николаевич. Уважаемый Рустам Другалевич, уважаемый Ольга Ивановна, уважаемые участники конференции, для меня большая честь огласить приветствие Министра юстиции РФ Александра Владимировича Коновалова, участникам 13-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». От имени Министерства юстиции РФ искренне рад приветствовать организаторов, гостей и участников 13-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В следующем году мы отмечаем памятную дату. 275-летие за дне рождения первого министра юстиции Российской империи Гавриила Романовича Державина, внесшего существенный вклад в становление отечественной правовой науки и государственности. «Державинские чтения» надежно утвердились в качестве востребованной площадки для обсуждения современных научных и юридических проблем в области административного, гражданского, уголовного права и выработки научно-практических подходов к их решению. Эти проблемы волнуют не только научное сообщество, но и практикующих юристов. Надеюсь, 13-я Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения. ТАСС-Импульс» и дальнейшему развитию юридической науки и правовому просвещению молодежи послужит повышение авторитета и престижа юридической деятельности. Позвольте пожелать всем участникам конференции плодотворных дискуссий профессиональных и творческих успехов организаторам конференции «Новых, значимых результатов» Министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. Спасибо огромное, Виктор Николаевич, за это теплое поздравление, которое вы нам сейчас огласили от имени нашего министра юстиции Александра Владимировича Коновалова. Дорогие друзья, позвольте для приветственного слова предоставить председателю Совета ректоров УЗА в Республике Татарстан ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Зару Гафурову. Ильшату Равкатовичу, пожалуйста. Дорогие коллеги, уважаемые гости и участники нашей конференции. Как уже говорилось, вот уже третий год мы с вами здесь, в этом историческом императорском зале нашего Казанского университета собираемся для того, чтобы отметить и дать дань уважения великому нашему соотечественнику. Этот факт еще раз показывает, что в истории и культуре нашего отечества Державин и Казань всегда будут неразделимы. В биографии Гаврила Романовича имеется много интересных страниц, заслуживающих внимания. Но главное дело всей его жизни, и об этом здесь говорилось и в выступлении Ольги Ивановны в приветствии и Рустаму Наргалевичу, это бескорыстное служение своему отечеству, укрепление основ российского государства и в годы службы рядовым гвардейцам и в качестве академика с момента основания императорской российской академии и в должности первого министра юстиции в истории Российской империи. Имя Державина так или иначе связано и с историей нашего Казанского университета, ведь он был выпускником Казанской гимназии, которая стала своеобразным фундаментом, отправной точкой нашего университета. Державин – прекрасный пример для современного студенчества, студенчества 21 века. Ведь личности Гавриила Романовича ярко отмечалась мобильность, инициативность, высокая гражданственность и многосторонний творческий потенциал, так необходимый для нашего сегодняшнего студента. Он с равным успехом проявлял свои таланты в самых разных дисциплинах. С течением жизни Гавриила Романович Державин становился человеком с поистинно энциклобидическим уровнем знаний. В своих произведениях он представляет перед нами, представит перед нами не только как поэт, патриот, но и как философ, историограф, политолог, этнограф, юрист и даже экономист. И следующие вопросы – товар отношений в разных регионах Российской империи, равно как и перспективные пути решения важнейших вопросов, динамики российского рубля и в мировом контексте. Казанский университет всегда бережно и глубоко чтил и до ныне сохраняет память о выдающемся земляке. Именно в нашем вузе прошли первые открытые заседания Общества русской словенности в год смерти поэта. А в начале 21 века в Казань вернулась при единодушной поддержке всей университетской общественности и памятник Гаврилу Романовичу взамен воздвигнутого на народные средства в середине 19-го столетия монумента, который был, как вы знаете, разрушен в 30-е годы прошлого века. Наконец, еще непростые 90-е годы уже 20-го века именно Казанский университет открыл традицию мемориальных державинских конференций, первой из которых под названием «Державин. Личность, творчество, современное восприятие» состоялось еще в 1993 году и получило достаточно широкий общественный резонанс. Правда, применительно к творчеству и наследию Державина тогда это касалось лишь литературного аспекта и проводилось силами наших филологов. В то же время благодарную дань Державину как правоведу отдавали наши московские коллеги из Российской правовой академии, ныне Всероссийского государственного университета юстиции. А с 2015 года по инициативе ректора данного университета Ольги Ивановны и благодаря, как было сказано, поддержке руководства и лично президента нашей республики Рустама Наргалевича Державинские конференции стали проводиться на родине Гаврила Романовича. Именно с этого момента Державинские чтения проходят на междисциплинарной основе, в чем ярко и справедливо отражается многогранная личность знаменитого уроженца Казанской земли. И в завершение я бы хотел отметить особую специфику наших Державинских чтений, где во главе всегда ставятся ценности патриотизма, верности отчизне, служения на благо общества, чему всю свою жизнь и посвятил Державе. И глубоко символично, что уже второй год Державинских чтений притворяет открытие памятников героям Отечества. В прошлом году, как вы все знаете, в сквере университета был поставлен бюст Героя Советского Союза Мусат Джалилю, а сегодня, как было отмечено, на родине уже Героя России, в селе Атабаев осталось открытие памятника Марату Ахмедшину. Я хочу пожелать от университетской общественности всем участникам научно-практической конференции плодотворной работы, насыщенного профессионального общения и хороших результативных дискуссий на многочисленных заседаниях круглых столов. Поскольку все модераторы очень правильно выбраны, я думаю, надо задавать побольше вопросов, и тогда мы с вами сумеем найти ответы на многие вызовы сегодняшнего дня. Спасибо и всем удачи. Спасибо большое, дорогой Ильшат Равкатович. Я хочу сказать, что наши державенские чтения, которые уже третий год, как я уже сказала, проходят в Казани, они у нас начались с легкой руки Виктора Николаевича Демидова. Это он нам порекомендовал. И вот я сейчас, слушая ваше выступление, дорогой Ильшат Равкатович, поняла, как все-таки правильно мы сделали, приняли такое решение, именно здесь, в Казани, проводить державенские чтения. Спасибо вам огромное за вашу помощь и поддержку, что вы с нами. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела бы представить слово для доклада и приветственного слова. Доклад на тему «Серебряный век. Право» председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и седьмого созыва Павла Владимировича Рашининникова. Павла Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Многоуважаемый Рустам Нургалевич, Ильшат Равкатович, уважаемые коллеги, я очень рад здесь вот в очередной раз быть, очень рад, что такая земля приветствует, и мне, конечно, очень приятно в том числе и в этом здании быть, здесь, в Татарстане, в Казани, поэтому я просто от всей души вас благодарю. Ну и, конечно, я очень рад быть в очередной раз на державинских чтениях. Мы уже с многими общались по поводу Гавриила Романовича Державина. Это для меня очень личная тема, очень близкая. У меня вот портрет Гавриила Романовича больше 20 лет висит в кабинете. Он мне иногда подсказывает, что надо делать, а что не надо делать. И также вот некоторые знают, я больше 20 лет каждый год езжу и на могилу Гавриила Романовича. Он лежит под Великим Новгородом. Я очень рад, что председатель регионального отделения Ассоциаций юристов России Новгородской области. Сергей Юрьевич Фабричный тоже здесь с нами. Это очень приятно. Ну и, конечно, мы понимаем, что Гавриил Романович – это, безусловно, величайший человек. И государственный деятель, и политический, и великая величина в культуре. Он поэт, министр юстиции. Если кто не знает, он дважды был губернатором Аланецкой губернии и Тамбовской губернии. Также он был активным участником подавления Пугачевского восстания. Ну, фактически антигосударственного бунта. Он, в общем-то, до революции так и назывался – бунтом, а никаким не восстанием, очевидно. И он возглавлял спецбригаду по поимке Емельяна. И, конечно, он в том числе здесь, в Татарстане, на этой земле, видел, что происходило в том числе с его селом, где он родился. И, конечно, это у него все происходило, накапливалось. И именно в связи с тем, что он занимался организацией митингов, подсчетом, так сказать, потерь как граждан, так и боевых различного имущества, тем, что он все это, в общем-то, документировал, у него, он фактически оказался таким юристом-самоучкой. Ну, и, собственно говоря, до свода законов Российской империи, который, как известно, вступил в силу в 1833 году, у нас школы права как таковой не было. Но вот благодаря таким великим гражданам все-таки у нас право состоялось. И я просто для всех напомню, что это первый человек в России, который поставил закон после Бога императора на третье место. Это в одном ряду. И, конечно, с этой точки зрения значение его просто очень трудно как-то умолить. Ну, и плюс ко всему мы все-таки говорим на том языке, на русском языке, который, говорил Роман Ильич, делал реформу. И, в общем-то, это наша, в общем-то, история. Ну, про Пушкина вы все знаете. Я думаю, это любой человек, который учился в школе, в общем-то, это все прекрасно знает. Ну, вот представлена была моя тема «Серебряный век права». Вот, казалось бы, где «Серебряный век права» и где Гаврил Романович. Но здесь есть, конечно, безусловно, связь. Во-первых, почему «Серебряный век права»? Потому что все-таки я считаю, что право – это элемент культуры. Я это уже провожу много лет, эту историю. Это не элемент экономики, это элемент культуры. Это значительно больше. И, конечно, мы знаем, что «Серебряный век культуры» был. Это «Серебряный век» и поэзии, и музыки, и архитектуры, и так далее. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения, вот в той книге, которая, как мне известно, лежит у вас, там как раз говорится о том, что вот этот элемент культуры, такой элемент культуры, как право, он тоже был. И были величайшие, я бы сказал, ярчайшие представители права и культуры не только России, но и всего мира. Мы сейчас к ним вернемся, если будет такая возможность. Но перед этим я хочу сказать, что раз есть «Серебряный век культуры» и «Серебряный век права», то, наверное, где-то должен быть и «Золотой». Так вот, безусловно, «Золотой век культуры», он, конечно, связан у нас в первую очередь считается, что с Пушкиным, но и, конечно, наряду с Пушкиным был и Державин, был и Спиранский, был и Лермонтов. И, конечно, с этой точки зрения без Гавриила Романовича не было бы, безусловно, и Пушкина, может быть, в таком виде, не было бы в таком виде нашего законодательства и так далее, и так далее. Это все, конечно, та история, которая существует. Поэтому «Золотой век права», он, кстати говоря, значительно шире, чем он российский. «Серебряный век права» — это все-таки российские явления, а «Золотой век» и культуры, и права, он был, в общем-то, в том числе и за счет того, что, как я уже говорил, у нас предпринята величайшая кодификация в мире, это был создан свод законов, фактически все отрасли законодательства были кодифицированы. Ну, а практически чуть-чуть раньше у нас появились первые великие кодификации, это во Франции, в Австрии и в Германии. И, конечно, с этой точки зрения, вот Гаврил Романович Державин, он вот здесь, в «Золотом веке», после которого появился «Серебряный век», «Серебряный век» появился как век, который был как протест против того, что вот стало классическим и в значительной мере стало уже не просто устойчивым, но и стало навязываться и стало, ну, в общем-то, фактически, ну, такой базой, против которой, ну, вот появились люди, которые стали выступать. Ну, и, конечно, надо, наверное, сказать, что вот в первой части той книги, которая вам представлена, там говорится истоки, почему вот этот протест возник, почему поэты стали возражать против тех устойчивых форм, которые появились, существовали, почему в театрах появились новые течения. Появился, кстати, кинематограф именно в «Серебряный век», и, конечно, юристы, как люди, находящиеся в обществе, как люди, которые были вместе с представителями культуры, они также стали представлять вот свое видение и свое представление о, безусловно, о культуре и о праве. Ну, мы знаем, конечно, что есть, мы знаем об этих наших коллегах, но не знаем, может быть, что они были юристами, ну, например, Владимир Сергеевич Соловьев, великий философ, великий человек, который через Бога, через премудрость, через Софию, также говорил нам много о праве, представлял нам свое представление о праве. Вот эта знаменитая фраза его, что задача права – это не строительство рая на земле, а для того, чтобы не было на земле ада, это его, конечно же, представление о праве, и, конечно, безусловно, у Соловьева право связано и с Богом, и с нравственностью, и, конечно, он называл право минимумом нравственности. И вот последователи Владимира Соловьева, те, кто занимался вот таким, как мы называем, иррациональным подходом к праву, они, безусловно, базировались на этих постулатах, и, собственно говоря, такие замечательные специалисты в праве и философии, как Трубецкой, Новгородцев, Ященко, они, конечно, исходили, безусловно, от этих подходов и пытались соединить вопросы, которые мирские, божественные, и пытались соединить с теми законами, которые существуют и которые сегодня действуют на данный конкретный момент, и которые должны быть. Потому что философия и право – это, безусловно, то, о чем должен быть закон, и те представления, которые, в общем-то, по этому вопросу существуют. Но, безусловно, у нас Казань и Казанский императорский университет, он также не остался вдали от этих дискуссий, и у нас были рационалистические подходы в Серебряном веке, и Серебряный век – это и марксизм, безусловно, мы знаем представителя здесь, который учился, но также мы знаем представителей, которые также в рационалистических подходах к праву, они занимали позитивистские направления. Это, конечно, Дмитрий Иванович Мэйер и, конечно, Габриэль Феликсович Шершеневич, которые здесь учились, работали. Дмитрий Иванович Мэйер – это вообще-то, мы его считаем, отцом гражданского права российского, и, конечно, тот учебник, который он в свое время подготовил, до сих пор считается лучшим, как, кстати говоря, одним из лучших считается учебник Шершеневича, который также первые издания были здесь, в Казани. И, конечно, позитивисты, в отличие от, допустим, представителей иррационального осмысления права, они исходили из того, что позитивное право – это то, которое существует на сегодняшний день в нормах права. Ну, здесь можно по-разному к этому относиться, здесь были и есть позиции, которые это поддерживают, которые не поддерживают. У нас в советское время первоначально к позитивистам относились очень плохо, потом как-то их подхватили, эти течения позитивистские, при том, что и Шершеневича и Мэйера, естественно, даже было нельзя упоминать. Но первоначально, вот в рационалистическом подходе был вначале марксизм, а позитивизм был, наверное, где-то тоже рядом. Вот. И надо сказать, что марксизм и Маркс – это не всегда одно и то же, мы это понимаем. И марксизм, безусловно, исповедовал, особенно крайний марксизм, исповедовал террор. И, конечно, один из ваших коллег, который здесь учился, я имею в виду Владимира Ильича, Ульянова Ленина, он, безусловно, использовал марксизм для своих целей. Так же, как, впрочем, и программные СССР и так далее. Но первоначально большевики, и в частности марксисты, они считали, что право постепенно должно умереть, и право должно испариться, и должно быть абсолютно социалистическое правосознание. Ну, мы, кстати говоря, периодически слышим, да, что и юристы должны умереть, и право должно умереть. Совсем недавно, по-моему, что-то такое обсуждалось, вот, некоторыми нашими коллегами. Вот. Но, соответственно, тем не менее, сам, в том числе Владимир Ильич, впоследствии отказался от этой теории, и была провозглашена теория социалистического права, советского права, и, в общем-то, впоследствии на юридический язык марксизм стал переписываться. Маркс стал переписываться на юридический язык, и такие великие юристы, как Стучка, Пашуканец, Пашуканец, например, один из самых таких идеологов социалистического права, очень много для этого сделал, но потом сам подвергся этому социалистическому праву, был в 1937 году расстрелян. Ну и здесь, конечно, с учетом того, что достаточно немного времени, хочу сказать, что вот это и марксисты, те, которые были некрайние, и позитивисты, и рационалисты, они были смятены в 1917 году, и, конечно, в 1917 году, можно сказать, что Серебряный век права, да и вообще культуры, он стал уходить. Мы, конечно, в этом году отмечаем столетие тех самых событий, но также нужно сказать, что целый ряд юристов, они сыграли значительную роль в том числе и в науке мировой. Я имею в виду, конечно, тех коллег, которые я называю юристами-социологами. Здесь в этой книге они представлены, и обращаю внимание на тех людей, которые действительно с мировыми именами. Ну, допустим, вот Петерим Александрович Сорокин. Это человек, который, в общем-то, отец американской социологии. Вот Николай Сергеевич Тимашов, или как его сейчас любят называть Тимашев во всем мире, тоже человек, который стал великим социологом. Георгий Давидович Гурвич. Также это люди, которые после 1917 года оказались абсолютно не нужны в стране. Люди, которые уехали на так называемом философском пароходе. Это условное название, потому что все уезжали по-разному, не только на пароходе. И при этом я хочу сказать, что Петерим Александрович Сорокин, он вообще-то был оставлен на кафедре Санкт-Петербургского университета как специалист по уголовному праву. И он занимался уголовным правом, и был оставлен на кафедре уголовного права для написания докторской диссертации. Но впоследствии вот эти всякие революционные события, конечно, вовлекли его. Я опускаю очень много разных событий. Он и в императорской России посидел в тюрьме. Но за некоторые воззвания он оказался уже после революции, оказался тоже в тюрьме. Но перед октябрьскими событиями 1917 года он успел поработать заведующим секретариата у Керенского, премьер-министра тогдашнего. Кстати говоря, заместителем у Сорокина был великий экономист Кондратьев. Это кондратьевские пятилетки знаменитые, которые изучаются во всем мире. Это вот тот самый Кондратьев. Он потом был впоследствии расстрелян. Так вот, Петерим Сорокин за выступление против советской власти оказался в Вологодской губернии в тюрьме и ожидал расстрела. Но, как ни странно, с проверкой оказался в этой тюрьме его бывший ученик, с которым они сочинили бумагу на имя Владимира Ильича Ленина по поводу покаяния. И, в общем-то, оказалось так, что эта статья была опубликована впоследствии в «Правде». И Петерима Александровича Сорокина отпустили в Освоясе. Но он не выдержал. Все-таки его... Я также опускаю достаточно много моментов. Но он исследовал голод на нынешней Украине. И была замечательная работа. Кстати, она есть в интернете. Работа у него называется «Голод как фактор». Голод как фактор. И, соответственно, эта работа была снабжена фамилиями очень известными, была снабжена выводами о том, что человек, который может съесть себе подобного, не может не строить никакое общество, в том числе социалистическое. И, безусловно, за эту работу его просто пришлось выдавить из Российской империи. И вот тогда человек, обогатившись государственной деятельностью, обогатившись революционной деятельностью и посидевший в тюрьме, он в итоге начинает заниматься социологией. И вот то, что вот эти его труды по социологии, то, что он как делит нашу цивилизацию, на какие этапы, этапы развития, эти все, конечно, 60 с лишним томов, это великие произведения, которые, на мой взгляд, ну, я считаю, очень хорошие. Кстати говоря, по социологии у нас очень много юристов, которые пришли к социологии вот в конце жизни. Тот же Габриэль Феликсович Шершидевич, мы знаем, что у него великолепная работа по авторскому праву, по гражданскому праву, по общей теории права, я считаю, великая работа, непревзойденная. Он здесь, в Казани, опубликовал одну из первых работ в мире, которая так и называется «Социология». Он, правда, побоялся ее назвать там учебником, он ее назвал «Социология.курс лекций». Вот, и эта работа есть, я надеюсь, что мы с издательством статута ее издадим в ближайшее время. Вот, и также у нас есть, вот про Петерину Александровичу мы сказали, у нас такой же путь примерно проходили разные люди, в том числе мы знаем Сергея Сергеевича Алексеева, который тоже от гражданского права, это уже в 20 веке от гражданского права, перешел к теории права и потом стал тоже выходить на какие-то социологические моменты. Ну и вот, что касается Петерина Александровича Сорокина, Тимашова, Гурвича, то, конечно, эти вот наши правоведы-социологи, они дали мощнейший импульс для того, чтобы все-таки и с одной стороны право стало подпитываться социологическими моментами, без этого как, без социальных вопросов. И, конечно, также нужно понимать, что они, в общем-то, толкнули эту социологическую науку, которая, собственно говоря, во многом благодаря им и стала наукой. Ну и, конечно, может быть, отдельно надо было бы сказать про психологическую теорию права Петражицкого. Вот Петражицкий, который, ну вот, также занимался гражданским правом, он в свое время даже поучаствовал в подготовке германского гражданского уложения, которое, как вы знаете, вступило в силу в 1900 году. Вот он несколько по-иному подходил к праву, и вот эта эмоциональная психология, она, в общем-то, оказалась чрезвычайно любопытной, чрезвычайно интересной, и она, мне кажется, стоит даже немножко особняком от многих вещей. И он, в общем-то, ставит, в первую очередь, психическим, психологическим различным переживанием. И, конечно, он провозглашал межпредметный подход. И он вообще под политикой права понимал вообще план различных государственных правовых реформ, в том числе и даже в первую очередь в сфере правосознания человека. И с этой точки зрения, вот Петражицкий, он также уехал, преподавал в Варшаве. Там, к сожалению, его воспринимали как... он сам был поляк, но когда переехал в Варшаву, его воспринимали как русского, и это такая проблема, с которой он не смог справиться, он, в общем, в итоге покончил с собой. Но Петражицкого стали переводить, и вот, например, этот год во Франции, он считается среди юристов годом Петражицкого. Огромное количество работ Петражицкого переведено на французский, на английский языки. И, конечно, это просто, я считаю, такое. Ну, пока у нас он исследовал, как исследователь, известен скорее по римскому праву, по германскому праву, по вот изданной несколько работ, но, мне кажется, он у нас еще впереди, как говорится. Вот. Ну и, конечно, вот Серебряный век права, он закончился после 1917 года. Мы знаем, что также и поэзия, и у нас тот же кинематограф, они вот после 1917-го перескочили, 1917-й год, после 1917-го где-то до 1920-го, до 1922-го, до 1925-го года этот век продолжался, но постепенно либо эти люди уходили на другой свет, либо уезжали. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот такое угасание, оно произошло. Кстати, можете на обложку посмотреть, с той стороны, там цифра 17, она в виде костра нарисована, как уж получилось, посмотрите. Вот. Но, тем не менее, у нас представители права Серебряного века нам оставили несколько аксиом права, которые, ну, на мой взгляд, мы можем и на сегодняшний день их приветствовать. Понимая время, я... Ну, первое, вывод, который, я думаю, мы можем все принимать. Это первое, то, что право – это, безусловно, социальное явление. Второе, это то, что право – это элемент культуры. Можно развивать, но с учетом времени не буду пока. Можете, да, кто заинтересуется, посмотрите. Дальше. Право – это как явление, которое определяется теми ценностями и моралью, которые существуют в обществе, вот на данный конкретный момент. Ну и, конечно, право – это перманентный процесс, который возникает между... Ну, внутри отношений между людьми. И, конечно, этот процесс весьма подвижный. Ну и, конечно, и возвращаясь к Серебряному веку, я просто считаю, что это век как историческая точка смены ценностей в обществе в нашем российском. Ну и ценностей и ориентации наших, конечно, коллег. Поэтому я хочу в конце сказать, что Серебряный век право – это не какая-то хронологическая вещь. Она абсолютно такая ценностная вещь, которая началась... У нас нет какой-то специальной точки. Началась в конце XIX века и закончилась, наверное, где-то вот в 20-х годах уже нашего века. И, конечно, таким красной чертой здесь является 1917 год, октябрьские события 1917 года. И, уважаемые коллеги, моя задача... В данном случае я могу и хотел бы про Гаврил Романовича Державина очень много говорить, но я думаю, у нас еще все впереди. Надо оставить на следующее чтение. И хотел бы еще раз поблагодарить республику, поблагодарить университет, ну и вас, коллеги, за то, что нашли в себе терпение меня послушать. Если кого-то заинтересует, почитайте, поделимся. Спасибо большое. Спасибо огромное, дорогой Павел Владимирович, за ваше такое очень интересное, содержательное выступление по поводу серебряного века права. И нам особенно приятно, что на державенских чтениях сегодня с таким интересным докладом выступал министру юстиции Российской Федерации в прошлом Павел Владимирович Крашенинников. Спасибо вам огромное, Павел Владимирович. Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к следующему приветственному слову, я хотела бы сделать небольшую презентацию. Кто был на прошлых державенских чтениях, наверное, помнит, что было принято решение, и это занесено в резолюцию, издать трехтомник пока, произведение Гавриила Романовича Державина, его поэзия, его статьи, и вот мы это сделали. Посмотрите, пожалуйста, это трехтомник, два тома поэзии, третий том – это статьи по праву, причем предисловие к третьему тому написал доктор юридических наук профессор Александр Иванович Бастрыкин. Вот, пожалуйста, трехтомник, он у нас раскрашен цвет российского флага, и я сейчас вот этот первый экземпляр хотела бы преподнести с большим уважением и любовью президенту Республики Татарстан. Первый экземпляр. У нас планируется издание еще двух томов. Один том мы сделаем зеленого цвета, и вы можете вот сюда поменять, и флаг Татарстана у нас получится. Вы можете менять под настроение. Так, флаг России, флаг Татарстан. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Я хотела бы предоставить слово для приветствия от руководства Рособорнадзора, советнику руководителя Рособорнадзора Екатерину Александровне Носочевской. Пожалуйста, Екатерина Александровна. Добрый день. Благодарим за приглашение принять участие в столь значимом мероприятии. Позвольте мне зачитать приветствие руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Кравцова Сергея Сергеевича. От имени Рособорнадзора и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей 13-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Уникальность конференции состоит в том, что представители государственной, деловой, научной сферы общества имеют возможность объединить усилия на одной площадке, на площадке конференции для обсуждения актуальных вопросов совершенствования права. Полагаю, что конференция будет способствовать развитию конструктивного диалога, обмену опытом между специалистами разного уровня. Желаю вам плодотворной работы, интересного, полезного общения и всего самого доброго. Спасибо огромное, Екатерина Александровна. Очень приятно получить вот такое напутствие от руководителя Рособорнадзора. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу предоставить слово для приветствия Олегу Викторовичу Морозову, члену Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Пожалуйста, Олег Викторович. Уважаемый президиум, уважаемые участники державинских чтений, ну я, конечно, испытываю трепет, пребывая в стенах своего родного университета в этом замечательном императорском зале. Очень много символов, символов связанных с нашей великой истории, с нашей великой страной, с великими именами, которые появились вот из этих стен, из этой казанской, татарстанской земли. И мне кажется, закладывается очень правильная, глубокая традиция не просто чтить эти великие имена, не просто делать так, чтобы они не забывались, но и делать так, чтобы их вклад в нашу страну, в ее историю, в ее культуру, в ее науку приумножался новыми поколениями наших сограждан, в том числе моих сограждан, моих земляков, выпускников, студентов, преподавателей Казанского государственного университета. Поэтому я хочу пожелать вам успеха в этой преемственности, новых открытий, новых достижений и, конечно, того, чтобы все мы с вами были достойны наших великих пращуров, наших великих предков, которые приумножали славу нашей державы и передали нам эту традицию. Добрый путь вам! Спасибо огромное, Олег Викторович! Нам особенно приятно услышать слова приветствия в наш адрес от выпускника Казанского федерального университета. Спасибо огромное! Дорогие друзья, я хотела бы пригласить для приветствия члена Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представителю от законодательного органа государственной власти Новгородской области Фабричного Сергея Юрьевича. Сергей Юрьевич, пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, добрый день! Прежде всего я хочу сказать спасибо организаторам конференции за возможность быть сегодня здесь, в Казани, в этом замечательном зале, в столице республики, о прогрессе которой все чаще и чаще говорят и пишут в последнее время, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Кроме того, особенное удовольствие слушать публичную лекцию Павла Юрьевича Крашенинникова, профессионального, законодательного и в то же время человека, который многое делает для популяризации отечественного права, для повышения уровня правовой культуры в нашей стране. Обратите внимание хотя бы на те публикации, которые вышли в последние пару лет. Это и законотворческий процесс в России, это и времена и право, это и 12 апостолов права, ну и вот сегодня серебряный дек права. Гаврил Романович Державин навсегда своей жизнью и творчеством соединил два наших города. Казань и Великий Новгород. Я напомню, что он похоронен, и об этом говорил полночек Крашенинников в Спасо-Преображенском Варламохутенском монастыре, недалеко от Великого Новгорода, вместе со своей супругой Дарьей Алексеевной Дьяковой. Это особая история, уважаемые коллеги. В 1816 году гроб с его телом был из его имения в Званке спущен по воде, а это примерно 70 километров до Варламохутенского монастыря. В годы Великой Отечественной войны монастырь был разрушен. Вы сами понимаете, что в послевоенный период средств на восстановление, да и идеология была другая, средств на восстановление культовых зданий и сооружений практически не выделялось. Монастырь приходил в запустение, и в 1959 году прах Гавриила Романовича и его супруги были перезахоронены в Новгородском Кремле. Скромная могилка, не очень приметная. И так было до 1993 года, когда к 250-летию Державина федеральная власть озаботилась вопросом перезахоронения в Хутынском монастыре праха Гавриила Романовича и Дарьи Алексеевны. Было принято соответствующее решение, но когда организаторы и инициаторы этого решения посмотрели, что тогда из себя представлял монастырь, стало совершенно понятно, что сначала нужно монастырь восстановить, прежде чем там делать перезахоронение. Монастырь был восстановлен, сейчас это замечательный архитектурный комплекс, и если хотите, уважаемые коллеги, это было посмертное признание в любви Гавриила Романовича Державина и Великому Новгороду. Так же, как и вы, мы чтим память нашего великого гражданина России. В марте 2018 года в третий раз мы будем проводить вручение Державинской премии в Великом Новгороде. Кроме того, в рамках этой церемонии мы вручаем еще и Державинские именные стипендии студентам нашего университета, одному историку, всего три человека, историк, юрист и филолог. И на вручении Державинской премии, когда лауреатом был признан Павлович Крашенинников, присутствовал председатель регионального отделения Ассоциации юриста Республики Татарстан, Ильдар Истратилович Гирфанов. И я обещал ему, что обязательно на подобной церемонии здесь, в Казани, я буду присутствовать в знак уважения Гаврилу Романовичу и уважения к той земле, где он родился. Вроде бы и не рядом расположены Великий Новгород и Казань, но у нас с вами общий герой, единый герой, который ментально связал и новгородскую, и казанскую землю. Человек, благодаря которому мы с вами говорим на одном языке и в прямом смысле слова и в переносном, человек, благодаря которому мы с вами говорим о правом государстве. Я убежден, что так будет и дальше. И я хочу пожелать всем крепкого здоровья, профессиональных успехов, а Республике Татарстан богатства и процветания. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Юрьевич, за теплые слова в адрес нашей конференции. Уважаемые коллеги, как известно, Татарстан у нас две конфессии преобладает, православная и мусульманская, и нам, что особенно приятно, те религии, которые не конкурируют между собой, а очень дружно соседствуют. Именно поэтому у нас сегодня приглашены представители и мусульманства, и православия. Я хотела бы сейчас предоставить слово для приветствия митрополиту Казанскому Феофану. Пожалуйста, Владыка Казанскому. Многоуважаемый Рустам Нургалевич, достичтимая Ольга Ивановна, дорогие друзья. Я смотрю сейчас на Павла Крашенинникова и вспоминаю его лет 25 назад. И вот это уже история. Я помню его совсем молодым. Удивительное дело, я помню его очень таким активным либералом. И сегодня совершенно иной Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству. Но это так, прям было. Мы все-таки сегодня собрались на державинские чтения. Гаврил Романович Державин. Вот как-то мы упустили из виду одну замечательную особенность из его биографии. Кто был его родственник? Откуда род его? Мурза. Багрим. Вот понимаете, в чем дело? Вот ответ. А мы сегодня чтим, празднуем, гордимся великим русским государственным деятелям, правоведам, поэтам, не знаю, и экономистам, и юристам. Вот ответ. Многонациональная, многоконфессиональная, но едимая и неделимая, веками вращенная Россия через различные судьбы в лице великого Державина. Это уже ответ дан. Я хотел бы опять вернуться к выступлению Крашенинникова. Он очень часто говорил «право, право, право» и различные давал оценки. Что такое «право»? И серебряный, и золотой век. Но замечательная вещь, опять обращаясь к Державину, у Державина право в обязательном порядке существовало именно с ответственностью. Право как отдельное не может существовать, только права. Права без ответственности – вещь опасная. И вот эту как раз право и ответственность постоянно декларировал и проводил в жизни Гаврила Романовича Державина. Вот это его сущность. Почему он на различных постах губернатор Болонецкой епархии или же губернатор Тамбовской епархии? В чем причина? Почему вдруг он как бы иногда со скандалом уходил? Потому что он право управлять понимал и право с ответственностью за судьбы вверенного региона. И вступая с наместниками в некоторый конфликт, чтобы отстаивать вот это право, ему проходилось жертвовать своей карьерой. И это было всегда. Даже тогда, когда он был личным секретарем Великой Екатерины, он вступал с ней нередко в конкретные споры по тем или иным вопросам. Вот это был Гаврила Романович Державин. И вот сегодня в наше время очень важно, чтобы Державин для нас был бы некоторым эталоном взаимоотношения в жизни между людьми. Мы очень много говорим сейчас о коррупции, о том, что человек должен быть нравственно чист и здоров, но Державин показывал на личном примере. Вот я обращаюсь особенно к молодежи. Дорогие друзья, вы обязательно читайтесь биографию Державина. Ведь это же величайший путь исканий, ошибок и вершины в административном положении, в интеллектуальном, человеческом. Ведь вы знаете, Державин не только знаменит своими трудами как мыслитель, как юрист, как поэт, но ведь у него были и падения, но он умел так поставить, чтобы перебороть вот то, что называется эти искушения мира. И вы, молодежь, студенты, почитайте обязательно его биографию. И вдруг, если что-то где-то, куда-то не туда пошли, обратитесь Державину, там вы найдете себе силы, чтобы пойти по пути возрождения и нравственного очищения. И вот интересно, даже строка из его биографии, есть повествование, что он был рожден немножко, как говорят, недоношенный. А по тем временам была традиция такая, чтобы допечь ребенка, обмазывали тестом полностью и сажали в печь. И это, насколько она достоверна, но это есть такое повествование о традиции. Нередко были летальные исходы, но он остался жив. И вот если мы где-то недопеченные в науке, давайте дерзать надо для того, чтобы допечь себя. И вот я хотел бы, конечно, лучше, чем сам Державин говорил «Никто и ничего не скажет». Уже практически где-то туда, я не буду читать из «Оды Бог», нет, из другого его произведения. «Хвала Всевышнему Владыке! Великость он явил свою! Велиморж меня поставил в лике, да чудеса его пою! Пришли, пришли те дни святые, да правый суд я покажу! Колеблемость толпы земные законным Божьим утвержу! Скажу я грешным, не грешите! Надменным, не взымайте рог, безумие не клевещите! Несправедлив, что будто Бог! Он запада и от востока, от гор, пустыни и морей нет человека без порока, без слабости и без страстей. Но Бог есть Судья Единый, Владыка и Правитель всех. Он стих возводит на вершины, а понижает долу тех. От арфы радость да прольется, хваление Тебе, мой Бог, неправых выеда согнется, а правых вознесется рог. Вот он нам, напутствие Державина. Благодарю вас, дорогие друзья, Рустам Нургалевич, за то, что... Вот вы... Я сегодня внимательно слушал ваше послание. Когда меня спрашивали, а что там вам понравилось в этом послании, как вы оцените? Я сказал, это замечательная дорожная карта. Но это не просто дорожная карта на будущее. Это и оценка прошедшего. Это и перспективы, даже, как вы сказали, на десятки лет вперед. Но это и вдобавок еще критичное иногда отношение к самим себя. Так может сказать только сильный человек. И мне хотелось бы поблагодарить вас, как главу республики, Ольга Ивановна. Вас как вдохновителя, замечательный человек, умеете вы это тоже делать. Конечно, ректора университета Павла Крошленинникова. Всех, кто принимал участие. Здорово. Державинские чтения. Вперед. Первые международные рождественские по всей России с триумфом. Да благословит нас всех Державин и Бог. Спасибо огромное, Владыка, за такие слова. Даже вот не знаю, как благодарить. Спасибо. Очень тепло. Спасибо. Замечательно. Уважаемые коллеги, я хочу пригласить для приветственного слова председателя Духовного управления мусульман республики Татарстан Муфтия Самигулина Камиля Хазрята. Пожалуйста. Уважаемые гости и участники конференции. Сегодня мы собрались с вами в этом зале одного из самых древних университетов нашей страны, чтобы осмыслить наследие великого русского поэта, который имеет татарские корни, деятеля Российской империи Гавриила Державина. Творчество Гавриила Романовича поистине многогранно. Многие его произведения имеют глубокий философско-нравственный подтекст. В них обсуждается место и предназначение человека на земле, проблемы жизни и смерти, вопросы поиска истины и величия Творца. Гавриил Державин был верующим человеком. Вера помогала ему в самые сложные моменты его жизни. Свет веры он пронес через всю свою жизнь, когда был обычным рядовым гвардейцем и стал министром юстиции Российской империи. Вершиной творчества Гавриила Романовича считается Ода – Бог, который даже через два века после кончины автора обрушивает на читателя торжественный восторг, силу и глубину мысли. Описывая Всевышнего Господа, Державин пишет «Ты был, ты есть, ты будешь век». Действительно, вера – это спасение человечества в XXI веке. Только она поднимает человека на уровень ангелов, а также возвеличивает любовь, терпение, взаимное уважение, милосердие, прощение, права человека, братство, мир и свободу. Только вера примеряет такие, на первый взгляд, противоположности, как религия и наука, мирская жизнь, например, и загробный мир, материальная и духовная, а также душа и тело. Творчество великих татарских и русских поэтов и писателей объединяет и скрепляет наше российское общество, позволяет познать и понять друг друга. Поэтому мы, жители Российской Федерации, должны знать и изучать произведения и труды народов, проживающих бок о бок вместе с нами. Корень всех современных проблем в невежестве, а также безверии. Мы уже говорили, что вера – это как некий полицейский в сердце человека. И если этот полицейский находится в каждом, то он не совершит ничего запретного. Но если вера отсутствует, то над каждым человеком нужно поставить такого смотрителя. И над ним тоже нужно поставить смотрителя, ибо он тоже человек, он тоже может согрешить. Человек – враг того, чего он не знает. Чем более просвещен человек, тем больше он уважает и чтит многообразие. Желаю всем участникам и гостям мероприятия, милости Всевышнего Аллаха и его благословения. Спасибо. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, наша конференция первая международная сегодня получила благословение и от православия, и от мусульманства, что приятно. Поэтому жить державским чтением в Казани никуда не денешься. Спасибо. Коллеги, я хотела бы предоставить слово для приветствия доктору филологических наук, доктору педагогических наук, профессору, председателю зонального объединения литературоведов по вожье Олегу Михайловичу Буранку. Олег Михайлович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Президиум, дорогие друзья, гости, дорогие нашему сердцу студенты. Замечательно, что 13-е чтение ознаменовались появлением избранного в собрании сочинений Гавриила Романовича Бержавина, столь роскошного издания после Гротовского, которое было в XIX веке, 60-е, 70-е годы, не было ни в СССР, ни в России. И это всё благодаря усилиям вот этих замечательных людей, которые здесь за Президиумом сидят, нашего Казанского Федерального Приволжского Государственного Университета и в рамках университета Института филологии имени Льва Николаевича Толстого. Спасибо всем тем, кто непосредственно повлиял на рождение пока трёхтомника, а Ольга Ивановна сказала, что будет и продолжение от лица филологов и по Волжье, и дежавиноведов России. Я смею вас заверить, что это будет очередным шагом по продолжению в изучении жизни творчества великого Казанца. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вот на радость нашим филологам я должен сказать, что сегодня в послании Президента нашей Республики Рустаму Нургалевичу прозвучал тезис, что следующий, 2018-й, юбилейный для Льва Николаевича Толстого в Республике будет объявлен годом Толстого. С чем я вас поздравляю. Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем работу нашего пленарного заседания. Переходим к круглым столам. Продолжение следует...